Его милость Читанья Чандра Чаран Прабу Кей! Харея Кришна! Раз, раз, как нас слышно? Гуру Мараш, вы нас слышите? Да, я слышу. Подожди, подожди. Мы... Позвольте предложить вам гирлянду от фестиваля Гуру Крипа на Урале. Это Дед Манибанда Прабу, Харея Кришна. Итак, здесь у нас около 250 преданных собралось сейчас. Фестиваль идет экстатическим ходом. У нас прошло два праздника. Джанмаш, это День явления Шивы Прабу Пады. Было много катхи, много встреч. И здесь замечательное место на берегу Аракуль, озеро. Но преданные не купаются в озере, не купаются в Кришна-катхе. И я думаю, что мы готовы задавать вопросы. Сегодня у нас встреча посвящена вопросам и ответам. Поэтому настраивайтесь. Кто первый, можно будет выходить сюда. И... Да, вот так чуть поверни, пожалуйста. Может гирлянду сюда рядом положить. У нас примерно минут 50 час. Поэтому... Кто готов задать свой первый вопрос? Давайте, подходите сюда. И кто следующий, тоже заранее надо... Вы поднимайте руку. Я буду вас вызывать, чтобы мы не тратили время на хождение. Хорошо. Вы когда задаете вопрос, пожалуйста, представляйтесь. Откуда вы говорите? Здесь преданные собрались с Екатеринбурга, Челябинска, Уфа, Киров, Пермь, Тюмень, Комертау, Лесной, Йошкар-Ала, Мияз, Озерск, Снежинск. Что? Я даже не слышу названия этих городов. Не могу воспроизвести какой-то уральский язык, Гуру Махараш. Но вот со всех деревень. Харе Кришна, пожалуйста. Когда задаете вопрос, садитесь ближе сразу сюда, на постельную. И вот в камеру смотрите. И нужно говорить в этот микрофон, потому что через него только идет микрофон. Харе Кришна, Гуру Махараш, мои поклоны. Вопрос такой. Из всех качеств... Вот мы обсуждали их здесь на Гуру Крипи. Из всех качеств преданного самыми важными считаются чистота и пунктальность. Почему они самые важные? Почему они в основе всего лежат? Такие качества, как чистота и пунктуальность. Они важны для буджарьев. Выделяются особенно образом. То есть у каждого вида служения есть какие-то свои акценты на качество. Есть, например, качество знания. Есть качество деятельности. Дети описываются. Качество знания универсальное и подходит всем. То есть это чисто духовные качества, независимо от варной человека. Они описаны, начиная с Аманитвама, Дамхитвама, Химсакшантира, Аджавама, Чарья, Пасанамшавучам и так до познания абсолютной истины. Все остальное невежество. Но затем, когда Кришна углубляется в этом знании, в Агавад-гити, он говорит о том, что есть еще более важные вещи. Еще более актуальные вещи для человека. Еще более сокровенные есть темы. Потому что мы говорим о трансцендентном, но находимся в гуннах материальной природы. И нам нужно разобраться с этим. Тогда он говорит уже о качествах варных, качествах деятельности. Какие качества сопутствуют деятельности Брамана, какие качества сопутствуют деятельности Кшатрии, Вайши и Шудры. Очень коротко это объясняет. Ты назвала сейчас этот акцент для Абуджариев. Браманы. Ильичские Браманы все делают точное в санхи, в точное время. Гайетри повторяют. Трижды в день в нужное время. Джапу тоже нужно. Браму Хурту повторять. Знать календарь нужно Браманам. Вычислять икадаши, посты, прерывания постов. Благоприятное время для определенных видов деятельности тоже. Это пунктуальность Браманов. И чистота, они, естественно, должны быть чище, да, в сад вагоне. Их стандарты должны быть очень высокие. То, как человек понимает чистоту вагоне благости, совсем не то, что люди понимают страсти. Университеты у них другие, ниже стандарты. Поэтому, если мы хотим знать, что чисто, что не чисто, нужно спросить Брамана. И когда, что нужно делать, когда нужно жениться или, например, как правильно свой день распределить, тоже мы спрашиваем у Браманов. Они астрологи, они знают июрведу, они знают шастры, они знают Бхагавадгиту. И знают, как применять, да, гьяна, вигьяна, астик ям. То есть, они знают, и они еще мудрые, они могут применять знания гьяна, вигьяна. Вот ты об этом спросила. Да, я почему-то поняла, что это качества главные, основные, в основе преданного. Тогда какие самые главные преданного качества? Ну, можно по-разному ответить. Есть 26 качеств преданного описанных всем адбхагаватам. Напомни этот стих, громко. 26 качеств, это из 11 песни, там написано все 26 качеств. Шлок, вы помнишь? Ну, там простая шлока, Боже мой. В 11 песне все 26 приводятся. Первое слово там, напомни мне просто, если помнишь. Не помнишь? Можете сейчас найти, сейчас найдите, найдите это. Качество саду, который, титикшево-каруника? Титикшево-каруника, да, да, об этом речи нет. Титикшево-каруника, аджата-шатрава-шанта, сухридык-сарва-дехина, садово-саду-бушина. Да, вот, переведи, чтобы она... Титикшево-каруника, терпение, титикшево-каруника, сострадание, шанта-умиротворение, сухридык-сарва, будто нам друг всех живых существ. Аджата-шатрава-шанта, у него нет врагов, и он украшен всеми добродетелями и знает веды. Я ссылку дам. Вот для преданных, вот это ориентир для преданных. Если это трудно, трудно медитировать на эти качества, тогда просто тринато-пису-ничинато, что, благосподь, читание, очень простая формула, это для всех. И это очень возвышенная формула, очень возвышенная формула. К ней нужно еще идти, идти, идти. Если мы сможем от третьих стихших шаштыки понять основательно, то мы сможем чисто воспевать. У тебя какая цель? Чистое воспевание? Так? Ты об этом думаешь? Или думаешь, как вовремя вставать, только научиться? Ну, ты о пунктуальности говорил. Возможно, для кого-то сейчас задача просто рано вставать, вовремя вставать утром, научиться. Еще нам далеко до тринадцати-пису-ничина и тетихшего коруника. Терпение. Терпение выделяется главным качеством, на самом деле, векали. Особенно для греха. Для всех, особенно для греха. Главное качество. Научиться терпеть. Ачарьи говорят, что именно через терпение наступает процветание. Через терпение можно достичь процветания, как в личной жизни, в своей, так и в общественной жизни. Все, что происходит, вот, лишние вещи, да, в обществе, это только потому, что люди не могут терпеть. Они много лишних вещей делают, они быстро паникуют, они стрессы получают постоянно, они не могут терпеть того, другого, третьего. И много лишних, плохих вещей делают в своей жизни. Поэтому можно это качество выделить, если хочешь, тебе сейчас подходит. Ну, выбрала какое-то качество или нет? Для себя. Что для тебя важно? Говори. Хочет быть другом всех живых существенных. Прекрасно, давай, давай будем культивировать, будешь рассказывать мне время от времени, как у тебя получается. Хорошо. Прекрасно, дорогой Махараш, примите, пожалуйста, мне поклоны. Вообще мне сказали, что духовному учителю задают такие философские прям вопросы. Простите меня, пожалуйста, он у меня не очень философский, но важный такой для меня. Я прям чувствую, что я должна задать. Дело в том, что вы мне приснились, и во сне вы мне сказали, что твой духовный учитель, и назвали имя другого духовного учителя. А я читаю, ну, недавно получила канала МАД. И очень хочу, чтобы выбрали мой духовный учитель. Ну, в следующем сне я приду и объясню все, хорошо. Жди, когда я приду во сне в следующий раз, и все тебе объясню. В следующем сне я тебе все объясню. Все, будешь ждать сна. Пошла за таблеткой. Городев, примите, пожалуйста, мои поклоны. Я хотела бы задать очень смешной вопрос. Нынче нам его задали сотрудники базы, они в шоке от нашей чистоты, чисто плотности. Говорят, истратили мы всю воду у них тут уже. Вот. И задали такой вопрос. Мне бы интересно было узнать, как вы на него ответили бы. Почему ваши женщины в нарядных вечерних платьях делают уборку? Потому что они служат Кришне. Это еще недостаточно нарядно. Нужно быть в золотых украшениях. Жемчужные, ожерелья должны быть. Слуги Кришны, как вы думаете, выглядят. Как жители Вайкунхи, это очень богато должно быть. Вы не так уж и хорошо одеты для Кришны. Пропаде сказали однажды, почему вы к нам приехали на такой богатой машине? Если вы духовный учитель, да, почему вы на такой богатой машине ездите? Говорят, а если Кришна придет к вам, вы ему какой автомобиль предложите? Из чистого золота нужно. Говорят, недостаточно обычного автомобиля. Но прежде всего это праздник. Смотри, нужно объяснить, что мы не уборщицы. Это праздник духовный. Мы здесь собрались для служения, для преданного служения. Мы красиво одеваемся для праздника, но при этом совершаем служение. Эта атмосфера называется атмосфера любви и доверия, служения Богу. Поэтому все должно быть красиво, чисто, радостно. Это праздник. Это не просто уборка. Тарик Кришна, дорогой Гару Махарач. Мы часто слышали, что комфорт отвратителен, и уже как-то это понятно, почему. Недавно я услышала в одной нарезке из ваших лекций, что вы сказали, что думать о своем духовном развитии – это тоже отвратительно. Я хотела бы уточнить, как это правильно понять. То есть мы изучаем бхакти-шастры, разбираемся, пытаемся понять, на каком мы уровне, и как нам нужно продвигаться. И в каком смысле думать о своем духовном развитии – это не очень хорошо, и какие последствия могут у этого быть. И на чем мы должны больше сосредоточены быть, то есть на миссии, например, на том, что мы слуги. Когда преданно начинает практику, он еще в гунах природы находится. Поэтому он не умеет думать о духовном развитии. Еще не умеет. Он просто думает, что это какой-то способ продвижения в этом мире, карьера какая-то. Он рассчитывает на инициацию, на вторую инициацию, поэтому рассчитывает, чтобы как-то быть уважаемым в обществе в этом. Это еще карьера, это еще в гунах природы. Он еще не может думать о духовном развитии. Мысли о духовном развитии, они связаны только с Кришной и с миссией духовного учителя. Это уже мысли о духовном развитии. Когда вы уже посвящаете свою речь, свои чувства, преданному служению, вот так поступаете, это уже придут мысли о духовном развитии. Духовное развитие – это некое реальное чувство духовного развития. Это реальное ощущение, которое возникает в контакте с Кришной, с Святым именем особенно. Главным образом. Кришна Катха идет и воспевание святых имен. И вот если вы умеете думать о духовном развитии, вы будете всегда чувствовать присутствие Кришны. Если вы способны думать таким образом. Если нет, то после Киртана вы чувствуете, как остывается знание Кришны. Вы переключаетесь снова на свои какие-то формы мышления. Как продвигаться в духовной жизни, как сдать Бхакти-шастры, как подготовиться к этой инициации. Рассчитывают, ну как бы, таким образом свою жизнь. Стратегию устраивают такую. А для предания Кришны не нужно ничего вообще. Но мы должны научиться этому. Поэтому мы идем постепенно выбрать сизгун вот этим стандартным путем. У нас Бхакти-шастры должны быть, да, и инициации должны быть. И какие-то сверления обязанностей. И даже, может быть, какая-то конкуренция может проявляться между преданными. И зависть еще проявляется между преданными. Это еще не духовный уровень. Это наша возможность выйти в сад-вагону, где не будет уже вот этих препятствий. Мысли о карьере, о том, зависти будет меньше, или она просто будет как-то под контролем находиться. И тогда возможны естественные мысли о духовном развитии. Понятно было? То есть сейчас нужно сосредоточиться на том, чтобы сад-вагону, да, подняться? Сад-вагону... Это будет естественный процесс. Да. Сад-вагону, она не способствует нашему духовному развитию. Но она не препятствует. Вот в чем ее особенность. Она не совершит никаких препятствий. Вы обретаете свободу выбора. Но это самое сложное как раз. Это самое сложное. Когда вы обретаете свободу выбора, это самое сложное. Мы можем подняться в сад-вагону, не предавшись Кришне? Да. Возможно. Просто механически. Это ложная гордость в сад-вагоне, да, возможно. Аханкара, да, может быть, в садве. Я браман. Я могу проклясть, могу благословить. Я знаю шастры. Спрашивайте меня и слушайте меня, что я браман. Может быть, этот человек не говорит так вот, с вызовом. Но он так чувствует себя. Что он выше других. Чище других. Это правда. И это тоже обусловленность. Это непреданный браман. Обычно они гневаются, если их не принимают должным образом. Это обычный браман. Но Кришна, он любит браману. Даже с Марта-браманой они имеют место быть в жизни. Тоже у них есть своя роль. Но мы идем другим путем. Мы идем через преданное служение. Мы не хотим создать браманизм в нашем движении. Чище больше. Кришна, дорогой городе. У меня вот такой вопрос. Почему Господь Читания пришел именно в брама, мадова, гаудия сампродая? Потому что есть же еще другие сампродая. Почему именно в этой сампродая пришел? Из-за мадавачарии. Именно мадавачария была предтеча Господа Читания. Тогда спросят, почему именно в брама, мадавачария пришел, а в этой сампродая проявился опять же. И так далее. Можно спросить, почему, 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 почему. На самом деле Господь Читания явился для того, чтобы объединить все сампродая. Вы знаете, что сейчас появилась пятая сампродая? Основатель Ачария. Кто искон? Шилопрабхупада? Но что такое основатель Ачария? Это сампродая уже. Если есть основатель Ачария, это уже сампродая. Пятая сампродая. И любой основатель Ачария, как Нимба Арка, Ачария, Рамануджа Ачария, Вишну Свами, Шилопрабхупада, они являются авторитетами для всех сампродай. Эти личности. Прямите мою поклону, пожалуйста. Вчера был день явления Шилопрабхупада, и предные говорили о преемственности. Какова наша обязанность в сохранении наследия Шилопрабхупады, его учения, чтобы это не было как на свадьбе, когда черную кошку увидели, посадили ее в кастрюлю и решили, что это традиция на свадьбу, чтобы это сохранилось. То, что нам дал Шилопрабхупада и его ученики. Преданные очень любят Шилопрабхупаду в Исконе. Вчера тоже была у нас программа праздничная, была Бхакти Принга Гавина Махарадж. Это был очень хороший праздник. Преданные говорили так эмоционально, экстатично. Было много слез вчера. Столько было любви, потому что Прабхупаде было замечательно просто. Это первое, что это уже есть у нас связь с Прабхупадой, хорошая, прочная. Она крепче становится год за годом. Но потому, что мы изучаем его наследие. Изучаем его наследие, общаемся с учениками. Видим их пример разносторонний, разные с учениками Прабхупады. Но мы начинаем понимать, кто такой Прабхупада со всех точек зрения. Не только с идеалистической точки зрения. С жизненной точки зрения, видимо, это настоящая чария. И если вы основываете свою деятельность на учении Прабхупады, вы никогда не отклонитесь, не потеряете эту связь. Прабхупады, книги Прабхупады. Это самое важное, на самом деле. Больше нет таких писаний. Больше нет таких писаний. Все предыдущие ачарии, то, что написали, западным людям непонятно. Они не могут воспользоваться этим. Западные люди так деградировали, что им очень сложно понять, реализовать то, что там написано, даже в голову не приходит это. Они даже себе вообразить не могут, что такое душа. Даже представить такого не могут себе. Что Бог – это личность. Они не могут даже представить такого. Поэтому сейчас есть только одни писания, получается, от книги Прабхупада. Надо держаться этих стандартов, стараться. И мы говорим о стандартах, но на самом деле стандарты дают нам большую свободу в проповеди. Если мы знаем хорошо эти стандарты внутри, то делайте, что хотите. Будет очень много разнообразия в Исконе. Уже его много становится. Еще больше, чем раньше. Но главное, чтобы мы были тверды в преданности наставлениям Шикши Прабхупады. Его книги. Просто нужно читать эти книги, изучать эти книги, обсуждать эти книги постоянно. И делайте, что хотите. Это Кришна. Спасибо. Мне разрешили еще личных вопрос задать. Я вот, ну, 30 лет сознания Кришны, и у меня нет брахманской инициации. И только потому, что я попала на кухню божеств, сейчас меня просят, ну, принять брахманскую инициацию, ну, вот как служение. Просто принять как служение, да, вот посвящение брахманской. 30 лет ты не можешь решиться. Это интересно. А, ну, меня не рекомендовали. 30 лет и 3 года надо еще. Мне было у меня служение. С кухней, ну, на-на-на, да. 30 лет ты служишь Кришне, 30 лет ты служишь Искону. Какие еще могут быть сомнения? А вопрос, а без кухни нельзя? Без кухни нет, никто не получает Гайдри, только на кухне. Там качество брахмана описывается в 18 главе, там про кухню ничего Кришна не говорит, кстати. Не знаю, как быть. Что, ведем деваки на новый стандарт, добавим про кухню? Манибанха Прабу здесь есть, можно обязательно кухня должна быть. Да, да, вот у нас там есть оригинальный секретарь, супервайзер. Вот, обращайся к нему. Спасибо. Кришна, дорогой Гурам Хараш, у нас такой фестиваль идет, глубокий очень, и еще есть ближайшие 2 дня этого фестиваля, и знаете, очень необычно так. Во-первых, переносились даты, и потом вот мы встретились с таким эмоциональным тоже событием, то, что он проходит без вашего такого вот непосредственного здесь присутствия, и при этом огромная благодарность, что вы находите время и подключаетесь к нам. И скажите, пожалуйста, как бы мы могли порадовать вас вот еще в эти ближайшие дни фестиваля? И потом, когда мы вернемся домой, ну как вот нам сейчас происходит какой-то рост? Старшие ученики, да, ваши говорили, как нам сейчас эту вот трансформацию, как нам радовать сейчас вас, может быть. Вы надеялись на фестивале, и потом. Вы не возвращаетесь домой просто. Шилд-Бруппада говорит, искусство деятельности в сознании Кришны таково. Человек работает на фабрике, например, но он не считает, что он работает на фабрике. Он считает, что он служит Кришне. Он не покидает этого поста, слуги Кришны, где бы он ни был. Но когда вы возвращаетесь домой, вы себя отрежуствляете из дома, конечно же. Поэтому там свои проблемы возникают сразу же, которые тревожат наши чувства ум и сердца. Слишком, слишком много. Бывает, потрясает даже нас что-то. Но нужно развивать сознание Кришны, искусство деятельности. Да, мы живем в семье, мы ходим на работу, нам нужно как-то жить, естественно, как и все люди живут. Но мы служим Кришне, мы сознаем это. Поэтому мы слишком не печалимся, если что-то происходит печальное. Слишком не радуемся, если что-то происходит благоприятное, материальное. Как в Гите написано. Потому что мы сосредоточены совсем на другом. И у вас есть саддана, вы, конечно же, поддерживаете свою духовную практику саддана и дома тоже. Приходите в гости к преданным, на махат и воскресные программы, какие-то служения. Распространяете что-то, про сад, или книги, про лупа. То есть вы защищены исконным движением. Вы под хорошей защитой находитесь на самом деле. Грех жаловаться даже. Вы в очень хорошем положении, цените это, пожалуйста. И Кришна, он находится в вашем сердце. Если вы начинаете именно преданное служение Кришне, в чем особенность? Он становится вашим другом. Это не просто Верховный Господь, он становится вашим другом. Грех говорит, друг всех живых существ. Вот Кришна, друг всех живых существ. Вот он какой. Вот и в чем его особенности. Он не находится на большой дистанции от вас. Он очень близкий друг. Он лучший друг. Сухрид означает, но есть Митра, друг. Слово Митра. Есть другое еще слово, обозначающее друг. Но есть друзья, которые вот просто приятели, допустим, Митра. Но Кришна использует Сухрид. Сухридам, Сарабутанам. Сухрид, это Су еще усиливает. Хрид, это сердце. Очень близкий, очень сердечный друг. Всегда надо сознавать, чувствовать это. Помните об этом? Дома или на работе, болеем или здорово, умираем или не знаю, что с нами происходит. Всякое в жизни происходит. Но мы помним Кришну, самый близкий друг всех преданных. Особенным образом. Он обещает Арджуне, что благодаря преданному служению ты в этой жизни освободишься от всей кармы. В этой жизни. Благодаря преданному служению мне, говорит, ты освободишься от всей кармы. В этой жизни уже. Непостижимые вещи. Даже браманы не могут все в это поверить. Не все браманы это понимают. Один браман выступил против этого однажды, когда Хридас сказал, что святое имя дает освобождение. Он сказал, ты родился в мусульманской семье, и ты поэтому говоришь ересь. Ты не родился браманом, что получить освобождение нужно много жизней, заниматься практикой, эскезами, изучать веды, благотворительность. Так много всего нужно сделать, и много жизней. А ты утверждаешь, что просто воспевая святое имя, человек получает освобождение. Но Хридас ему ответил, что даже тень святое имя не дает освобождение, а не то, что чистое святое имя. Попытайтесь поверить в это, что Кришна на самом деле друг, он на самом деле защищает, что святое имя всегда с вами, Кришна всегда с вами. Развивайте свою веру. И у вас не будет никаких препятствий ни дома, ни на улице, ни на работе, у вас не будет никогда духовных препятствий, никогда не будет, если у вас будет такая твердая вера в Кришну. Хорошо? Ари-Кришна, примите, пожалуйста, мои поклоны. У меня такой вопрос, знаете, после, вроде читаешь джапу, настраиваешься, да, и потом в мир приходишь, ну, в свои обязанности, и чувствую такое сильное желание наслаждаться и страх служить, страх посвящать эту деятельность для Господа, страх, и как-то не могу из этого вырваться прямо какой-то внутренний бунт, почему я должна кому-то служить, вот это недоверие, и настолько это сильно, что я никак не могу переступить как будто через какой-то порог и не могу встать на этот путь служения, на этот путь. Не надо заставлять себя, не надо насильно заставлять себя это делать. Делай то, что ты хочешь делать в сознании Кришны. Не принуждай себя это делать, это неправильно. Преданное служение, служение, оно спонтанно. Ты даже не замечаешь, как ты служишь, это преданное служение, ты даже не думаешь об этом, ты просто любишь, любишь Кришну, любишь преданных, вот и все. но если у тебя нет любви, просто повторяй мантру, ешь просад, делай то, что тебе нравится в сознании Кришны, не нарушай какие-то правила таких и все и постепенно, постепенно ты это проникнет в твое сердце, вот это спонтанный порыв, тебе захочется что-то делать, разве нет, ты же все равно что-то хочешь делать, что соответствует твоей природе, дети есть у тебя? У меня трое сыновей маленькие, как раз я с ними сейчас дома. Ну вот поэтому ты сейчас должна служить им, я тебя понимаю, тебе за еще куда-то ходить, а тебе просто перегружена, нагружена служением домашним, сейчас твоя обязанность служить детям, как пропад сказал, что если ты что-то приобретаешь в этой мире, то от чего-то придется отказаться, ребенка получил, значит тебе придется отказаться от какой-то другой стороны еще, поэтому себя не принуждай, у нас почему мужчины не не участвуют вы как-то чередовали как-то они решили разделиться сегодня женщины завтра мужчины спрашивают хорошо сейчас я потерплю нет нет хорошо если такой порядок то нормально дорогой Горг Макарович примите пожалуйста мои поклоны я хочу вначале благодарна за то что есть ваше наставление что бы не происходило в моей жизни есть ваши книги есть ваши лекции я нахожу ответы становиться легче и знаете как-то препятствия преодолеваются совсем по-другому я хочу задать вопрос который давно меня мучают мы пришли в создание Кришны 10 лет назад и когда мы приходили мы думали что мы вокруг скоро завтра станут все кришнаитами мои родственники мои эти которые мы проповедуем которые мы расставим просадствуют ничего не происходит такое ощущение что ничего не меняется и как в этой ситуации мы продолжаем где взять вдохновение не нужно строить таких планов они они не сбываются как мы хотим у нас есть привязанность к родственникам конечно мы хотим чтобы они стали преданными чтобы доме был алтарь и чистота и благовоние и священная пища и чтобы дети воспитывались в этой духовной среде мы очень хотим потому что мы чувствуем эту среду понимаем эту среду но вот когда наши родственники это почувствуют скорее всего не от нас как в своем отечестве пророка нет практически родственникам проповедуют другой например я первый получил сознание Кришны но пришел на программу когда-то один без жены жена была дома с ребенком понятное дело когда я почувствовал эту атмосферу я думаю сейчас пойду нужно пересказать всю жизнь нужно отнесаться к этому скептически когда от меня услышали я попытался еще раз никаких знаний не было я стал давить стало еще хуже а мне хватило разума привести ее к преданному что она пообщалась с преданным а я и боялся еще говорить что нужно принципы строго соблюдать 16 кругов мантры повторять думаю не знаю как она это все воспримет будет конфликт может я привел к инициированному преданному ее сидел и слушал как к ней общаются и он мне сказал что мы соблюдаем четыре принципа чем мы занимаемся мы не едим мясо рыба яйца не принимаем интоксикации играем в азартные игры незаконным секциям не занимаемся и вот медитируем на имена бога повторяем Харе Кришна Махаман на четко каждый день мы так получаем посвящение ну все конец моей семейной жизни а жена говорит вдруг ну что ж это самое лучшее из того что я когда-либо видел и слышал не важно чтобы люди получили из источника в который они как-то ну верят близкие люди друг друга друг друга не верят как в духовных людей никогда жена никогда это жена не сможет увидеть в мужа какого-то духовного человека и муж в жене тоже не сможет пока они не очистятся еще долгое время это будет это самое материалистичное отношение муж жена вот дети если даже вы преданные вы все равно хотите чтобы ваши дети были материально устроены прежде всего чтобы родители это ваша материальная связь с этим миром даже родители господа читания не хотели что он ценятую принимал что они родители любят ребенка такова их природа потому своем отечестве пророка нет но просад мы приносим есть книги теперь вы нужно к этому относиться что касается родственников нужно иметь много терпения это самое большое испытание самые близкие враги для нас это наши родственники сказал Ченаги пандит это самая большая трудность только от самых близких людей если бы не было детей мужей жен не было бы никаких проблем вообще ну и вкуса жизни тоже не было бы это дает нам вкус дает нам дхарму любовь мы какую-то начинаем понимать как люди через такие отношения да безусловно но это нужно культивировать духовно необходимо это потеряли поэтому мы сейчас в этом положении находимся сложным потому что потерянные традиции семейные духовные традиции утрачены нуль понимаете просто нуль и вот появляется преданный в семье вот появилось терпи пожалуйста спасай свою семью терпением не скорби слишком о них они уже уже получают благо потому что факт свершился ты уже практикуешь сознание кришны все ты уже сошла с ума для них они могут по-разному это понимать по-разному оценивать не могут ругать тебя не могут еще что-то оскорблять тебя но но все потомки запомнят этого в твоем роде что мать бабка прабабка была стопроцентной кришнаиткой никто об этом не забудет это будет передаваться по их семейной парампоре понимаете то есть ты заложила такое семя бахти революцию создала в своей семье терпи пожалуйста это до конца держись вы оценивать богат сказал до завтра не вытерпит и попросился женскую очередь сколько должен сколько должен я не помню у меня ничего нет желания служить и получить премию все больше ничего не надо вот я хотел бы просто прославить вас чем я наблюдаю за учениками за своими братьями сестрами это удивительное что творится на этом фестивале друг другу помогают сотрудничают понимаете везде видна ваша любовь забота милосердие а какую милость проливают старшие ученики да вы кинадны прабу а ката прабу вот в Алмике прабу такая мудрость прямо и вот прямо ощущается ваш посыл представлять милосердие любви знания вот я просто поражен без вас и ваше присутствие очень явное по крайней мере это у меня личное субъективное мнение вот у меня один вопрос есть когда была была рама пурни мы в храме праздновали и там была вина старшая преданная вот и когда вот она узнала что вы не приезжаете да по каким-то причинам она с такой эмоцией сказала вы должны все просить прощение в своего гору Махараджи вот я хотел бы уточнить может быть что-то как-то прояснить когда я подхожу он говорит я не знаю это долгий разговор я от ответа пока не получил скажите пожалуйста в чем может быть потому что в моем понимании какие-то мне выполняют требования и учителя страдают это есть такое подскажите пожалуйста чтобы снять грусть сердца все страдают в этом мире как из этого Шлабрупада тоже подвергался страданиям каждый человек что тут удивительного почему берете всю вину на себя почему думаете что от вас все зависит Кришна устраивает он учит нас для преданных не страдает на самом деле преданных учится это другая разная вещь возможно я ваш духовный учитель хорошо это так но я тоже учусь общаясь с вами это тоже для меня большая школа серьезная школа принимать ответственность за кого-то знаете это самая серьезная школа и мне тоже надо учиться многому и вы мне помогаете в этом ну я так должен видеть вас я учусь у вас вы учитесь у меня так что никто ни в чем не виноват но то что Вина Таматаджи говорит надо спросить у нее потому что такая точка зрения тоже есть имеет место быть что ученики должны быть ответственны за здоровье гуру за его умонастроение то есть не ну не портить эти вещи стараться не вредить духовно учить особенно это касается уже таких взрослых преданных уже знающих писания уже имеющий опыт в духовной практике должны быть более осторожны в своей в своем поведении в ашнавском меньше и меньше допускать оскорблений то есть работать над собой серьезно но я вижу вы это делаете вы это делаете у меня нет претензий никаких потому что все в процессе находится это очень хорошо все в процессе хорошо скажите пожалуйста как во всем видеть кришну особенно когда происходит ситуация в которых нужно быть сильным как бы понимаешь что так должно быть вот ну как бы служишь лекции ваши ну читаю книги может быть плохо слушаю мало читаю скажите пожалуйста итак дорогие преданные пожалуйста не забывайте я не есть это тело не забывайте об этом как только человек начинает отрежать себя с этим телом в нем развиваются все неблагоприятные качества и дальше больше бесконечно это деградация то есть бхагавадгиту нужно изучать с этой позиции с этой позиции не с телесной позиции категорически все испортим она с этого и начинается что кришна говорит когда было такое время арджуна чтобы я не существовал ты и все эти цари и когда такое время наступит никогда такое время не наступит сразу об этом говорит и аджуна не забывает это на протяжении всего разговора потом не забывает встряхни себя апатию вот эта чувствительность уязвимость вот эту материальную есть какие-то добрые к нам отношения какие-то недобрые к нам отношения не будь слишком чувствительна в этом плане всегда вспоминай я не это тело я душа прям гиту открываешь читаешь на душе практикуй пожалуйста это практикуй ты станешь сильной и многим людям поможешь иначе если ты не сможешь принять принять это сознание то ты даже себе не сможешь помочь будешь просто страдать и думать какая несчастная зачем это тебе ты никакая не несчастная ты душа ты уже связана с Кришной какие какие могут быть страдания вообще у тебя такое будущее прекрасное но давай серьезно приметы представитель коров вражераш и быков Алик-Кришна Гуру Махараш поклоны пожалуйста примите у меня два вопроса первый вопрос на планете коров были несколько лет засушливые и начали проводить яги и с каждым разом увеличивается плодородие земли увеличивается урожай и в этом году Монохар Прабук провел яги на дожди и они не заканчиваются уже три месяца и залила весь Урал по-моему и Курган залила и Омск залила мы слышали да это Монохар оказывается вот то есть и в этом году очень мощный урожай мы заготовим траву полностью для коров и пшеница уродилась разная культура но вот сейчас уже достаточно и надо все это убрать то есть что нам делать вот как нам то есть снова проводить яги просить чтобы не было дождей или вот какая медитация общины вот в такую трудную минуту а ты имеешь ввиду что дожди сейчас мешают уже да мешают да уже не можем убирать и уже проблемы начинаются то есть нужны то есть так же может быть яги тут бы как раз я бы тебя спросил ты у нас большой специалист по земле самый сейчас главный да ну яги не помешают киртаны не помешают кришне обратиться никогда не помешает но в конце концов если даже не получается как мы хотим то в этом обращении трансцендентном мы получаем веру что все благоприятное в любом случае по воле кришны верно же мы получаем эту уверенность равновесие благодаря яге все равно получаем хороший результат независимо от материального плода можете проводить харинамы раз дожди идут делайте там ратхаятру у себя ну и надо быть настороже если погода как-то вот установится делать все быстро спасибо и второй вопрос и пусть предные благословляют 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 ваше урожай чтобы вы ничего не потеряли спасибо спасибо огромное дорогие предные дорогой гормахараш вот еще один вопрос за уже ферме будет 10 лет и за это время уже около 50 человек живут вокруг и дети и сейчас по вашей милости нарисовали проект и там 100 участков получился и началась продажа 108 участков началась продажа и вот такое что очень за 10 лет много друзей и кто приезжает на ферму и хотят покупать в этом поселке вроде ну это поселок возле фермы Вашнавский Панчаттва но очень много желающих непреданных тоже жить рядом вот мы хотим тоже рядом с этим молоком рядом с коровами вот нам нравится сюда приезжать то есть вот такие друзья за много лет сложилось и они хотят купить эти участки вот как чтобы не получилось что преданные и непреданные смешаются не смешивайте территории не смешивайте должна быть территория которая предназначена для практикующих преданных не знаю как вы найдете формы там юридические чтобы эта земля не переходила потом на сторону оставалась как бы вот исконовская хотя это частная земля но все-таки была связана с исконом и отведите часть территории для друзей кришны а это необходимо просто необходимо вот такая как бы как называется прослойка между материальным со всемиром да и преданным еще прослойка быть такие друзей кришны где ну разные люди могут жить не практикующие но по-доброму относятся сотрудничают помогают или работают у нас эта прослойка очень хороша очень нужна в эту прослойку могут уходить например родственники преданных в семьях растут скажем они не могут жить так по таким стандартным высоким они могут перейти вот в эту эрию жить например там где более комфортно то есть такой гибкий стиль получается у нас гибкий подумайте об этом но лучше не смешивать территории арикиша дорогой гуру махараш когда сочетание даст город киров у меня один вопрос беспокоит недавно в лекции я у вас услышал что лень это очень страшный наш враг и я как бы думал что у меня особо лени нет но после вашей лекции приехал один проповедник я дураш к рабу с Москвы и он тоже как бы начинал про духовную лень говорить потом приехал раз раз к рабу и тоже говорит вы духовно ленивый я действительно понял что я вроде не в материальной ленивый я там делаю кашу а в духовной огромная лень похожа и вот подскажите пожалуйста так как до этого я не знал что у меня была лень но в последнем последствии что есть духовная лень я не слушал ответы как с ней бороться с этой ленью я хотел узнать как эту духовную лень побороть потому что это очень серьезно оказывается враг который мешает дальнейшему продвижению вообще духовной жизни вот по крайней мере для меня я это чувствую спасибо когда мы что-то не понимаем скажем вот в бхагавадгити или в лекциях причина тому лень вот сейчас ты поймешь что такое лень это то что уже проникло в форме вот этого торможения нашего как бы тонкого тела ума наших эмоций торможения это некая лень и если человеку просто усилие совершить что проникнуть в какую-то ситуацию он будет чувствовать будет эмоционален он поймет ситуацию но ему нужно усилие предложить для этого потому что вот это есть лень она находится прямо в нашем тонком теле ума вот трудно что-то понять и я даже не пытаюсь это это лень но на самом деле это черта века калии каждый человек ленив век калии каждый вот в этом смысле да а бездумная деятельность люди занимаются только потому что заплатят какие-то результаты будут материальные бездумно могут работать то есть они не выглядят ленивыми потому что они работают но они работают бездумно значит они работают в области невежества в лени это работает их лень которую нужно прокормить как-то это все то есть представьте себе да активная лень бывает в гунах природы лень бывает хотя это там основная тоже в гунах может быть в сатва гуне может быть в раджи гуне в тама гуне но лень нужно кормить вот и все о чем думают люди и бездумно работают вот в чем проблема поэтому обрати внимание на аскезу ума и ты никогда не будешь ленивым то есть должен быть бодрым активным внутри себя внимательным активным чувствительным внимание нужно развивать так ты победишь лень завершающий вопрос Ари Кришна и Милосчетан Чандра Чаран Прабу примите пожалуйста поклоны у меня вот такой вопрос у нас есть ну у нас команда с преднами мы проводим детские лагеря и вот такой двойной вопрос вот есть например у нас лагерь называется мой счастливый лагерь Вот есть, например, лагерь Хилтон, там продукт, то, что он проходит на английском языке, то есть там вся деятельность построена на английском языке. Например, есть горная семейка, там все вокруг спорта, и там, ну, педагоги с ними учатся вот спорту различному, там ролики, там скейты, что-то еще. Вот, и у меня вот два таких небольших вопроса к вам. Вот смотрите, а вот мой счастливый лагерь, да, вот скажите, вот какой ребенок должен, ну, как, по-вашему, выглядит ребенок в моем счастливом лагере? Ну, как я чувствую, могу сказать, хотя вариантов может быть множество, но очень важно творчество, чтобы дети там занимались творчеством. Например, однажды провели такой фестиваль, киносвет называли, в Прибалтике, в Риге, преданное. Для детей разных возрастов, там были дети до 20 лет, по-моему, там и начинают с 10 или 12 лет. И дети снимали фильмы там, задание было. Они снимали там, по группам их как-то распределились они, они снимали кино, на фестивале потом отчитывались, показывали, какие фильмы они по темам, и дали им тему, что эти фильмы должны быть добрые, духовные, да, такие вот, ну, дали настройку на самое лучшее. А удивительно, какие потрясающие вещи, они работали там, не покладая рук вообще. Было так интересно, это было удивительно смотреть за ними, что там они творили вообще. Были так заняты, с таким энтузиазмом. Вот, например, да, я привел пример киносвета. Ну, творчество, театры, может быть, да, время, когда они там проводят. У них еще есть театр, где они готовят спектакль в конце, где-то будет снято и выставлено в интернет, допустим, и все вас увидят. То есть, очень важно детей вот так продвигать в социум. Это их очень воодушевляет. Ну, это я сейчас просто вот свои мысли говорю. Вариантов, может быть, много, но творчество важно очень. Спасибо. И вот вторая, как бы часть этого вопроса, родители, ну, вот обычные родители, неокришнаиты, вот этих детей, как им объяснить, ну, вот как бы вы объяснили, например, вот, чем хорош вот тогда вот мой счастливый лагерь? Творчество. Какими-то простыми словами. Творчество. Творчество, да. Раскрытие способностей, талантов творческих. Там можно отвести время также и спортивным каким-то мероприятиям, если хотите. Важно раскрыть, да, потенциал. Потом привить, привить хорошие качества, хорошие цели, стремления проверить на практике там, в занятиях. Такие, как бы, тренинги делать для детей специальные, для духовного роста и морального роста. Можно так и объяснить родителям для их развития физического и духовного и так далее. И показать им вашу программу. И вот показать уже опыт, который был, да, какие вот дети что творят, там ролики показываете, они будут удивляться. Это что, дети делали? Да, вот они делали у нас так вот. Давайте, нарабатывайте этот потенциал, нарабатывайте. Потом люди будут в очередь становиться к вам, увидите. Спасибо большое, дорогой Гуру Махарадж, за ваше время, за ваши ответы. Завтра в это же время вам удобно будет продолжить. Пол пятого, да? Да. У вас сколько время? Такое же. Такое же. Хорошо. Пол пятого, завтра увидимся. До завтра. Счастливого фестиваля. Я очень рад, что вы приехали, конечно, на этот фестиваль вместе. Ари Кришна, Швапрабхатаке и Джайя.